С 22 ноября стоимость медицинских справок для водителей категории М, А и Б будет составлять 6 тысяч рублей. Для водителей остальных категорий 6 тысяч 800 рублей. Сейчас у ворот областного клинического наркологического диспансера собрались люди, которые стоят в очереди с 10 часов утра. Чуть дальше те, кто пришел чуть попозже. В очереди как молодые люди, так и пенсионеры. Они стоят по несколько часов. Кто-то уже успел сбегать домой и переодеться, а кто-то попить горячего чая. На воротах диспансера вывесили объявление, что открыт дополнительный пункт выдачи справок. Наверное, без этого очередь бы была еще больше. Сейчас час дня. Люди продолжают подъезжать и очередь полнится. Пока что конец ее еще видно. Виктор стоит в очереди с половины 12-го. За полтора часа, говорит, почти не сдвинулись с места. Далеко продвинулись за это время? Ну а что вот тут вот было? Быстро двигается? Да вообще больше не двигается. На улице температура минус один. Люди говорят, что попросту замерзают. Кто-то отходит попить горячего чаю, другие же переодеваются. Два раза ходили переодеваются. Вот человек стоит. Его привезли в теплую одежду. Эта большая очередь выстроилась за медицинскими справками для водителей. С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования. Потребуется сдать анализы для проверки на употребление психоактивных наркотических веществ. Стоимость этих анализов суммарно больше 4 тысяч рублей. Всего водителю категории Б придется отдать за медсправку 6 тысяч. К тому же врачей будут проходить в два этапа. В день обращения водители сдают кровь и мочу для анализов. А через 4 рабочих дня им нужно пройти осмотр у врача-психиатра-нарколога, который результаты лабораторного исследования оценит и вынесет решение о допуске к управлению транспортом. Вот и собралась такая очередь перед областным клиническим наркодиспансером, чтобы получить справку по старой цене. Это мы стоим только в регистратуру. Там же такая еще очередь к врачам. Внутри очередь, говорят, такая же. Охранники запускают по одному человеку. Вышел один, вошел другой. В очереди говорят, что внутри единственный плюс – там теплее. Сейчас с готовыми справкой выходят те, кто в очереди стоит с 8 утра. Много народа. Во все кабинеты. Что тут полтора часа, что там полтора часа. От оморожения пока никто не пострадал, да и несчастных случаев не было. Однако очевидцы утверждают, что с утра было две драки. Кто-то полез без очереди. Успеть оформить справку за два дня 20 и 21 ноября пытаются десятки рязанцев. А птуха пельса маленькая, а подорогает. Надо стоять до конца. Денег нет, у бензионеров денег у нас лишних не бывает. Никогда их нет. Если бы у нас было свободные деньги, тогда без проблем пошел. 23-го никого народу не будет. Я так думаю. Наркодиспансер продлил время работы, чтобы рязанцы успели получить справку на права по старой цене. 20 и 21 ноября отделение платных услуг на улице Магэс-3Б будет работать с 8 утра до 8 вечера. Также увеличено число врачей-психиатров, выдающих медицинское заключение. Кроме того, организован дополнительный пункт выдачи заключения от нарколога по адресу Скорбящинский проезд, дом номер 8. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.